Компания «Промкомплект» предлагает Насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счётчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – всё для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Торговый комплекс «Три мартышки», проспект Гагарина, 48 3. События и темы среды в программе «Наше время». Я Ирина Шмидт, здравствуйте. Когда снос неизбежен, в Оренбурге могут разрушить 14 жилых многоквартирных домов. Почему и что будет с теми, кто вложил в строительство деньги? Они вновь будут помогать. Компания «ТНК-БП» подписала новый договор о сотрудничестве с нефтедобывающими районами. Наказание за несдержанность. Конфликт с соседями обернулся для пенсионерки Валентины Башкирцевой крупным штрафом. На жизнь у женщины остаётся 100 рублей. А вот посмотрите, вот вся маленькая еда. Больше мне питаться нечего. И награды за стремление к победе в Оренбурге назвали имена лучших спортсменов и тренеров прошлого года. Каникулы затягиваются. Оренбургские ученики вернутся за парт и только в понедельник, 4 марта. Об этом сегодня сообщили в Управлении образования. Напомню, на карантин все оренбургские школы закрыли 21 февраля, чтобы приостановить разгул сезонных инфекций. Такие вынужденные меры не прошли бесследно. Последние два дня показали, что заболеваемость среди школьников снизилась на 52%. Решение СПК было принято о том, что рекомендовать главе администрации города принять такое же решение о продлении сроков приостановки учебной деятельности в образовательных учреждениях, включительно до 3 марта. 4 марта дети приступят к занятиям. Несмотря на то, что грипп медленно отступает, заболевших в Оренбурге по-прежнему много. С начала недели инфекции сдались больше 3000 человек, почти 300 из них – дети школьного возраста. Ситуация в области тоже меняется незначительно. Накануне на карантин закрыли все школы и детские сады Осикеевского района. Ну и, как мы уже сообщали, свирепствующий вирус чреват серьезными осложнениями. В первую очередь, пневмонией. В регионе диагноз воспаления легких уже подтвердили у 91 человека. Построенные разрушат в Оренбурге и пригороде. Из-за 14 жилых многоквартирных домов рискуют отправиться под снос. Все они возведены с нарушением закона. Муниципальная земля, на которой расположены дома, предназначена для индивидуального строительства, а никак не для многоэтажных построек. Одно здание в поселке Весеннем демонтируют уже в ближайшее время. Судьбу остальных решит суд. Что будет с теми, кто вложил в строительство собственные деньги, пока неизвестно. Виталий Сапожников попытался разобраться в ситуации. Этот дом на тракторной 3 возведен совсем недавно и выгодно отличается от остальных построек красотой, блеском и современным видом. Вот только стоит он там, где стоять не должен. Земля эта предназначена для индивидуальной застройки, а здание многоквартирное. Нарушение серьезное. И таких домов с дефектом в Оренбурге пугающе много. Ростыши, тракторная, подгородняя покровка, Весенний. Судьба некоторых построек здесь печальна. По одному дому, это трехквартирный дом в поселке Весенний, уже есть решение суда в декабре. И сейчас есть решение областного суда о том, что решение суда районного оставлено в силе. Как бы дом подлежит сносу. Сколько людей потеряет свои кровные, так и не успев пожить в новой квартире, неизвестно. Самый частый сценарий в таких случаях. Фирма-застройщик быстренько объявляет себя банкротом. Необходимые для этого документы, как правило, подготовлены заранее. И все заботы по возвращению денег ложатся на плечи несостоявшихся новоселов. Шансов у них немного. В такой ситуации на помощь не придет и государственный реестр обманутых дольщиков. В случае возведения дома на незаконных основаниях, здесь, конечно, попасть в данный реестр они не могут. Но, и даже сам факт попадения в этот реестр не гарантирует, что все ваши проблемы будут решены. К сожалению, этот реестр огромен. Если брать его в федеральном, можно сказать, он огромен. Средств в государстве таких, к сожалению, нет. Теоретически есть возможность, опять же, силами самих дольщиков, оформить дому статус многоквартирного. Такие прецеденты уже бывали в Москве и Екатеринбурге. Но и здесь ждут проблемы. Полная реконструкция коммунальных сетей, плюс сбор необходимых документов иногда занимает годы. Да и жить в таком доме будет совсем некомфортно. Приобретается вот в данных и продается в данных домах не квартира, а доля в квартире. То есть получается, что в этом доме в итоге потом будут жить вот все сособственники. Вот мы с вами совершенно посторонние люди, да, и будем обладать одной недвижимостью. Завтра жизнь складывается так, что я ее соберусь продать, а вы будете стоять на том, что я вам не дам разрешения и прочее. То есть это проблемы. Как не превратиться из потенциального новосела в обманутого дольщика? Специалисты советуют не связываться с сомнительными фирмами-застройщиками. И самое главное, не спешить вкладывать деньги в то, что еще не построено. Виталий Сапожников, Юрий Мишенин, Станислав Доминов, Дмитрий Журавлев. Наше время. Помощь детям и селу. Депутаты Законодательного собрания области сегодня собрались на первое в этом году заседание и сразу же приняли несколько важных законопроектов. Они позволят выделить средства на поддержку сельского хозяйства и питание новорожденным и беременным женщинам. Для этого потребуются сотни миллионов рублей и деньги найдут. За нововведения депутаты голосовали по старинке, карточками. Привычный зал заседаний сейчас на ремонте, потому народные избранники на время поменяли место работы. Из Дома Советов Юрий Мишенин. Зеленые за, красные против, желтый воздержался. В зале торжеств в правительстве области нет электронной системы голосования, потому все депутатские голоса считали вручную. Это занимает больше времени, но точность та же. Впрочем, вопросы, которые сегодня рассматривали, больших споров не вызывали. Обеспечение полноценным питанием беременных и кормящих женщин, а также детей в возрасте до трех лет. Кто же против, чтобы все, независимо от места проживания, получали одинаковую поддержку? Могу привести пример. В некоторых территориях, в некоторых районах помощь детям 20 рублей в месяц. По нашему закону в возрасте до полугода ребенок по, опять же, нуждающейся 2000 рублей. Почти 2000 рублей. Представьте себе, это несравнимые вещи. И всех детей в Римурской области мы делаем одинаковыми. Депутаты поясняют, обеспечение питанием детей это не молочная кухня, это совсем новый проект. На его реализацию нужно 160 миллионов рублей. Денег в бюджете особо нет, но раз полномочия взяли, их необходимо выполнять. Еще стоит помочь селу. Федеральный центр деньги дает, но нужно софинансирование. Где взять 500 миллионов рублей, нашли. Аграрии оставить без помощи мы не можем. Поэтому мы в закон о государственной поддержке сельскохозяйственного производства, мы внесли сейчас, сейчас уже приняли его. В законе о бюджете конкретных поправок пока нет. Но внутри Министерства сельскохозяйственного, внутри программы, которая у нас есть, там появится 607 миллионов рублей, для того, чтобы нам получить софинансирование, 664 миллиона рублей из федерального центра. Сегодня депутаты ЗАГСОБы еще раз обратились в Государственную Думу. Просьба одна – ускорить решение вопроса по общедомовым нуждам. Необходимо заставить монополию устанавливать счетчики и их же контролировать. Тогда будет понятно, кто, где и как нарушает. Сегодня тарифы сами по себе, они нормальные. Они у нас повышены всего. Один там на 7%, другой на 12%, не больше. А общедомовые нужны, мы видим, там в 2-3 раза. Поэтому проблема, которая сегодня обозначена президентом, она правильная. То есть часть вопросов должны быть сняты до 1 апреля и часть до 1 мая. Юрий Мишенин, Дмитрий Жуавлев. «Наше время». Еще один важный момент. В парламентарии сегодня вновь подчеркнули, они против увеличения налогов для малого бизнеса. Оренбургская область, напомню, одна из первых направила обращение в федеральный центр не повышать страховые вносы для индивидуальных предпринимателей. И, как сегодня отметили депутаты, первые результаты уже есть. Без публичного обсуждения ввели норму и не спросили сообщества. Ни предпринимательское сообщество, ни экономическое сообщество, даже управленческое сообщество не спросили. Это недопустимо. Шаг необдуманный, сугубо фискальный шаг. Я думаю, что этот шаг будет скорректирован, отменен. Уже есть проект закона, готовится он сегодня. Вот мы и сегодня мы обратились к нашим депутатам, чтобы они это дело тоже продвинули. Наше предложение вернуть к тому, то есть, да, норматив этот, вот отчисление сообщества, вернуть к тому, что было, к чему люди уже привыкли. Помощь, которую ждут. Оренбургские нефтяники подписали очередные ежегодные соглашения о сотрудничестве. На этот раз договор заключили с главами сразу четырех нефтедобывающих районов области. На что теперь могут рассчитывать жители этих сел, знает Екатерина Тихоненко. Самая любимая моя картина – это вот эта. Светлана – художница, хоть и начинающая, но о ее таланте уже наслышано в Москве. Хорошо знают у нефтяники. Еще совсем недавно она лично подарила свой скромный натюрморт вице-президенту ТНК-БП. Олег Димов в долгу не остался. Как и обещал, вернулся с подарком. Спасибо тебе за подарок. Я надеюсь, что наш подарок тоже тебе не хуже. Хотя, что мы его не своими руками сделали, но тоже старались. Вообще, нефтяники в центре творчества – гости нередкие. Помогают с костюмами, ремонтом, транспортом. Это очень важно для нас, потому что это жизнь нашего учреждения и коллективов творческих. В Грачевке компания относится трепетно, ведь это самый крупный для села работодатель, да еще надежный партнер. Которые обязательства сегодня ТНК-БП берет перед Грачевским районом, ими было выполнено на 200%. То есть, сверх того, что обещали, еще 100% было перечислено. Компания оказывает помощь каждому населенному пункту, где добывается нефть. Для муниципалитетов это всегда гарантированная финансовая поддержка. Помогают они гораздо больше. Это все праздники, которые у нас идут по нашему району. Новый год, будем говорить, собери ребенка в школу. Везде ТНК-БП, так сказать, участвуют в этих праздниках. Просьбы районов и возможности компании согласовываются заранее. Благодаря этому капитальный ремонт состоится в Первомайской центральной больнице. Помогут и образовательным учреждениям. Мы уже определили, что мы будем ремонтировать в этом году. Куда деньги пойдут. На детский сад, на школу. Большое спасибо за содействие, за помощь. Я думаю, что все то, что мы делаем, делаем на благо России, на благо нашей детей. Одну из самых острых проблем удалось решить и в Курманаевском районе. Почти год в селе Ромашкино не было питьевой воды. Местному сельсовету помогли не только с деньгами. Нефтяники там пробурили новую скважину, провели водопровод. С подписанием этих документов сельчане могут рассчитывать на новые добрые дела. Правда, в этот раз расписываться пришлось в ЗАГСе. Потому как в администрацию Курманаевского района идет капитальный ремонт. Но на торжественность церемонии это нисколько не повлияло. Хотелось бы Олегу Дмитриевичу получить такой сувенир. Смысл большой. Здесь Курманаевка написана 26.02.2013 года. И жить, и развиваться вместе. Помощь спортивным сельским командам, компьютеры для школ, медицинское оборудование. Это лишь малая часть того, что приобретут на средства компании районы. Будут еще и машины скорой помощи. Во все территории, где мы сегодня подписываем соглашение, мы смотрим две вещи. Первую вещь – это где потрачены наши деньги, каким образом они освоены. И мы смотрим, насколько качественно это сделано. И второй момент – где есть необходимость оказать помощь или поддержку. Черное золото добывается на территории практически двух десятков муниципалитетов области. Там находятся объекты компании. Но главное, что там живут ее сотрудники и их семьи. В компании ТНК-БП считают, что задачи бизнеса заключаются не только в том, чтобы платить налоги. Бизнес должен быть еще и социально ответственным. Екатерина Тихоненко, Виктор Горшенев. Наше время. Как прожить на 100 рублей в месяц? Конфликт с соседями для оренбургской пенсионерки Валентины Башкирцевой обернулся крупным штрафом. Теперь половину своей пенсии она вынуждена отдавать судебным приставам. Оставшиеся деньги женщина расходует на коммунальные платежи. В итоге на проживание у нее остается чуть больше 100 рублей. Юлия Гафарова побывала у пенсионерки, а после попыталась выяснить, есть ли выход из непростой ситуации. А вот посмотрите, вот вся моя еда. Больше пепитации нечего. Хлеб и вода – это все, на что у Валентины Башкирцевой хватило оставшихся от пенсии денег. Сама она инвалид второй группы. Уже много лет страдает непростым заболеванием – невротическими расстройствами. Говорит, очередная встреча с соседями случайно обернулась конфликтом. Пенсионерка не сдержалась и в итоге попала в долговую яму. Я психически больной человек. Вот. Он меня спровоцировал на этот скандал. Ну и все, я чуть под кистью дотронулась рукой до автомобиля. За поцарапанный автомобиль пенсионерку попросили расплатиться. Суд вынес решение – взыскать женщины 36 тысяч рублей. Теперь половину своей небольшой пенсии она вынуждена отдавать. У меня пенсия 6 тысяч. 50 процентов, 3 тысячи мне остается. Жилищно-коммунальные услуги – 2,870. И остается мне на жизнь 130-140 рублей. Как вы живете на эти деньги? Проголодь с мусорных банков. Как можно жить на 100 рублей? О своем бедственном положении Валентина написала в письме к судебным приставам. Просила снизить сумму ежемесячных удержаний. Даже приложила квитанции из аптеки. На лекарства ведь тоже большие расходы. Но на трогательные речи пенсионерки пришел весьма сдержанный ответ. Удовлетворить ваше заявление невозможно. Как прожить на 100 рублей женщина не представляет. Близких родственников у нее нет. И помощи просить не у кого. На нас никто, на простой народ, внимания не обращает. Юлия Гафарова, Вадим Нечаев. Наше время. Евгений Мельников говорит, не за себя прошу за ребят. Он воспитал победителя первенства страны по легкой атлетике Павла Савина. За что сегодня и получил награду. Но сколько трудов тренеру это стоило, никто не знает. Трудов как материальных, но больше моральных. Грешит на власть Бугу Руслана. Говорит, больше сил нет с ними бороться. Нам добраться до властного центра, чтобы отобраться на Россию. У нас нет возможности. Мы ходим к лянчам одну копейку. Для того, чтобы выехать в город Оренбург. Глава области с тренером из Бугу Руслана согласился. Городским спортом должна заниматься городская власть. Тренер по борьбе с самбой из Кувындыка ведет свою войну с местной администрацией. Он говорит, власти его заставили уйти из профессии, так как у него педагогическое образование. И мы просто воюем с администрацией спортивной школы, которые в глаза нам говорят на вынуждение, на вынуждение мастера спорта. Честно говоря, не задумывался. Конечно, мне неприятно и непонятно слышать выступление тренера Барширова. Такого быть не должно. Павел Полтавцев – единственный оренбуржец-паралимпийец, который привез из Лондона золотую медаль. Своим откровением он поделился не с губернатором, а с нами. О том, что оренбургских звезд спорта могло быть и больше. Когда человек поступает куда-то, ему приходится выбирать либо спорт, либо учебу. Отсюда мы и теряем наших звезд. Если в Москве УОР, если с училища Олимпийского резерва предоставляют 3-4 вида вуза, куда может спортсмен поступить, то у нас с этим немножко сложновато. По словам губернатора, такого количества вопросов и жалоб он ожидал. Но некоторые слышал впервые, к примеру, что бассейн в Бузулуке в плачевном состоянии. Лет 20, наверное, для ремонта спортивных сооружений вообще не выделялось ни одной копейки. Конечно, все проблемы губернатор учел и пообещал разобраться. Для верности попросил еще раз озвучить их в своем личном блоге, чтобы не только он, но и все Оренбуржье знало, в каких условиях куют победу наши спортсмены. Ольга Патрушева, Вадим Доминов. Наше время. Город без пластика. В каждом дворе Оренбурга установят специальные контейнеры для полиэтиленовых бутылок. Экспериментальный проект местного предпринимателя превратился в городскую экологическую программу. Первые такие контейнеры появились на мусорных площадках города несколько лет назад. Их сделали по подобию израильских. А вообще подобная система разделения отходов давно работает в Европе. Но, кстати, оренбургский предприниматель хлопочет не только за чистоту областного центра. Ежемесячно из таких контейнеров собирают около пяти тонн бутылок. Они потом становятся волокном и текстилем. Новшество уже оценили и городские власти, и оренбуржцы. Доставим весь степной район и начнем с 23-24 микрорайона. К дню города мы хотим еще поставить 100 контейнеров. Итого у нас будет 200 контейнеров. А вообще у нас по плану 500 контейнеров по всему городу. Тем самым мы должны охватить все микрорайоны, все районы города. Вновь о спорте. Разошлись с миром. Оренбургский газовик провел второй контрольный поединок в рамках подготовительного сбора на Кипре. Накануне наши футболисты встречались с армянским импульсом. Выявить победителя командам не удалось. Матч завершился боевой ничьей 1-1. Сергей Тыщенко всегда в курсе спортивных событий. Он готов поделиться последними новостями. Вас приглашает новый фирменный салон «Командор» на проспекте «Победа-5». Если шкаф-купе, то «Командор». Это новости спорта на телеканале «Регион». Здравствуйте! В эти выходные пройдут очередные календарные матчи в чемпионате страны по волейболу среди мужских команд высшей лиги А. Нефтяник встречи 15-го тура проведет на выезде. 2-3 марта оренбуржцы сыграют в гостях с дублерами новосибирского локомотива. Несмотря на то, что в турнирной таблице российского первенства соперников разделяют 5 позиций, готовятся нефтяники к противостоянию с сибиряками очень серьезно. Еще свежи в памяти сверхупорные поединки команды в Оренбурге. В середине ноября прошлого года железнодорожники, напомню, сумели отобрать 1 балл у нефтяников, уступив хозяевам напряженной борьбе со счетом 2-3 и 1-3. Смогут ли сибиряки взять реванш у оренбуржцев? Узнаем уже в этот уикенд. Матчи команд пройдут в Новосибирске 2-3 марта. Оренбуржцы показали класс. В Казани прошел пятый традиционный турнир по дзюдо среди спортсменов не старше 14 лет. Участвовали в соревнованиях юные дзюдоисты из Москвы, Саранска, Ижевска, Чебоксар, Ульяновска, Кемерово, Набережных Челнов, а также Татарстана, Свердловска и Челябинской областей. Оренбург на турнире представляли воспитанники «Газовика» и «Прогресса», завоевавшие в общей сложности 5 медалей в активе наших спортсменов золото, серебро и три бронза. И пока это все новости спорта. До встречи. В преддверии праздника всех женщин Центр Садовода подготовил для милых дам приятный подарок. В Садовом маркете по адресу улицы Промышленная, 5-5 вас ждет большой выбор комнатных цветов. В огромном ассортименте как привычные всем растения, различные сорта фиалок, фикусы, пальмы, так и экзотичные соцветия орхидей, в том числе подвесных орхидей ванда. Здесь же вы найдете необычные коломандины, яркие азалии, а также богатый ряд декоративно-лиственных цветов. В Центре Садовода в канун Международного женского дня вам также готовы предложить луковичные растения – гиацинты, тюльпаны и нарциссы. А для самых избирательных покупателей – срезанные розы различных цветов по приятным расценкам. Завершить же создание незабываемого подарка вам поможет впечатляющий выбор цветочных горшков и кашпо. На двух этажах садового маркета вы обнаружите разнообразие комнатных цветов, а также все необходимое по уходу за растениями, в том числе цветочные аксессуары и садовый инвентарь. Вас ждут в Центре Садовода по адресу улицы Промышленная, 5,5. В Оленбурге открыл свои двери новый ортопедический салон «Кладовое здоровье». Ассортимент товаров здесь разнообразен и рассчитан на самые разные категории клиентов. Салон представляет ортопедическую продукцию, предназначенную для лечения, реабилитации, профилактики и спорта. Устройства внешней фиксации – корсеты, бандажи, пояса, воротники, фиксаторы верхних и нижних конечностей. Главной особенностью нашего салона является большое разнообразие представленных фиксаторов, корсетов, поясов, бандажей. Средства технической реабилитации – трости, костыли, ходунки. Ортопедическая обувь, стельки и силиконовые изделия. Компрессионный трикотаж, ортопедические подушки и матрасы, массажные изделия и гимнастические мячи. Весь товар прошел тщательное исследование и одобрен Всероссийской ассоциацией ортопедов и травматологов. Приобрести все это в Оренбурге можно в салонах «Кладовое здоровье» по адресам Проспект Победа, 125 и в Степном. Остановка «Музыкальная школа», улица Брестская, 5, дробь 2. Еще больше комфорта клиентам от УАО «Ника Банк». Все желающих совершить банковские операции ждет обновленный дополнительный офис Степной в ТРЦ территория. Причем здесь вы ощутите перемены не только внешние. Заметно расширился спектр услуг. Теперь здесь же вы сможете воспользоваться банкоматом и устройствами самообслуживания «Кэш-ин». Еще одно важное преимущество в доп. офисе Степной у УАО «Ника Банк» стало еще больше обслуживающих касс, что заметно сэкономит ваше время. Кредиты, вклады, переводы по-прежнему в распоряжении оренбуржцев. Здесь же планируется в дальнейшем осуществлять ипотечное кредитование и обслуживать юридических лиц. По всем интересующим вопросам вас ориентируют специалисты банка, штат которых в обновленном офисе тоже расширился для удобства клиентов. Дополнительный офис Степной расположен в одном из густонаселенных районов города, требованием которого филиал УАО «Ника Банк» теперь отвечает сполна. Начиная с 28 декабря в дополнительном офисе Степной проводилась реконструкция. Тем не менее, офис функционировал. И вот, с 4 февраля заработал в полную силу. Еще больше услуг, еще больше специалистов, еще больше пользы от общения с банком. Комфорт, удобство, функциональность – вот критерии обновленного офиса. Мы рады вас видеть в нашем дополнительном офисе. В конце подключения городские электрические сети сообщают о том, что в четверг с 10 до 17 часов жители некоторых районов Оренбурга останутся без электроэнергии. Это связано с ремонтными работами. Перебои со светом возможны и в пригороде. Уточнить информацию можно по телефону 56 83 38 или 98 48 48. Вот такой была среда. Завтра в 8 вечера в студии Андрей Ивлев. За новостями в регионе можно следить на сайте 56.urb.ru. Хорошего вам вечера! Компания «Промкомплект» предлагает Насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» Монтажников 1 Телефон 75 15 85 Торговый комплекс «Три мартышки» Проспект Гагарина, 48 дробь 3 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова